В минувшие выходные в нашей стране состоялись выборы. Жителям Кубани необходимо было избрать 49 глав городских и сельских поселений и 183 муниципальных депутата. Голосование проходило в течение двух дней. Работало 765 избирательных участков. В Славянском районе прошли выборы главы Маевского сельского поселения, на которых побывала наша съемочная группа. Была проведена очень серьезная подготовка к проведению выборов в Маевском сельском поселении. Все, кто задействован в избирательной кампании, справились со своей работой. На избирательных участках созданы отличные условия, чтобы выборы прошли в спокойном режиме и избиратели смогли проголосовать за своего кандидата. На выборы ходим постоянно и решили прийти поддержать главу своего. Он помогает очень нам хорошо, ответственный человек, к нему всегда можно обратиться. Он доброжелательный, все для народа. Жители поселения голосовали за власть, которая ближе всего к народу. Выбирался глава сельского поселения. Ровно в 8 часов здесь открылись два избирательных участка. Голосование проходило в течение двух дней. Мы побывали на избирательном участке номер 4237, расположенном в клубе «Хутора Сербин». Начало выборов здесь прошло безукоризненно. Избирательный участок «Хутора Сербин» 4237 открылся сегодня в 7 часов утра. Голосование началось с 8 утра. Наибольший наплыв людей был с утра. Казаки самые первые пришли проголосовать. В настоящее время люди идут достаточно активно, особенно люди работающие. И жители местные с удовольствием принимают участие в этих выборах. Я думаю, что будет у нас неплохой результат. В числе самых первых участников голосования преобладали люди старшего поколения из среднего возраста, но были и совсем молодые. С отличным настроением шли селяне голосовать и на избирательный участок 4238. Безопасность обеспечивалась сотрудниками полиции и казаками. С утра хорошая была явочка. Сейчас небольшой перерыв. Но люди идут. Думаем, что до конца дня будет все в порядке. Для тех, кто не может прийти на избирательный участок, комиссия выехала на дом. Были получены нами заявления от них. И поехали по заявлениям. В Маевском сельском поселении в последние годы очень многое делается в плане благоустройства. Это и дороги, и детские площадки, и обновленный клуб. Перечислять сделанное здесь можно долго. Конечно, высока в этом заслуга администрации поселения во главе с Андреем Дмитриченко, который вместе с руководством района работает над тем, чтобы хуторяне проживали в комфортных условиях. Именно за него жители поселения и отдали на выборах наибольшее количество голосов. По данным территориальной избирательной комиссии «Славянская», зарегистрированный кандидат Андрей Дмитриченко набрал более 95% голосов избирателей. Всего участия в голосовании приняли 1097 человек, что составляет более 63% от общего числа избирателей. Выборы признаны состоявшимися. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова